Виктор Толоконский Виктор Толоконского Железногорская ТЭЦ Сегодня подчеркивает протокольная служба Он в статусе временно исполняющего Обязанности губернатора региона А не кандидата на его пост Поэтому вполне официально знакомится с делами И проблемами на месте А их у Железногорска, как известно, поднакопилось И сейчас нужна политическая воля Со стороны, чтобы решить их Теплоэнергетическая безопасность города Вопрос номер один И решать его нужно было еще вчера Толоконский это тоже подчеркивает И дает понять, что в курсе проблемы И даже уже вложился в ее решение Вы нам всем отдали задание Мы только не очень Мы вам сказали, что Железногорска делает, чтобы безубыточно Эксплуатировать дальше тепловое хозяйство Мы примем ТЭЦ У нас обязательная задача Нам будет работать безубыточно И эта задача ваша И вот единый тепловой конкурс Железногорска И будет никаких больше проблем С отчетами, с убытством Такие вопросы О чем вы будете речь? То, что сейчас у нас уже есть Решение судов И что А забудьте про это Я про это говорю? А не надо про это говорить Надо делать Если не будет Надо делать И самое главное Что мы должны представить Министерство энергетики Это план снижения И сдержек Производства тепловой Убита больше С будущим топительным сезоном Не будет Эта установка Тверда И никаких здесь Других подходов Я не согласую И самая главная Наша сейчас задача С помощью Министерства энергетики Найти как раз Вот эти системные решения Чтобы Себестоимость И калории Сны Да Мы договорились Что я Начинаю С чистого листа Работу Я сейчас не буду искать Там виновных И Что бы правильно делалось Почему так Талифт Сформировали Когда Принципы очень простой Что можно было Обеспечить Поставку тепловой энергии Точно Таких же условий Которые давали А И никаких Других условий Быть не могу Команде Железногорской власти Виктор Толоконский Не просто намекает А прямо в лоб Говорит Что все долги Теплоэнергетического Комплекса И гортеплоэнерго Это элементарные Просчеты Уже сейчас ясно Подчеркивает Толоконский Что на Железногорской ТЭЦ 25% Избыточного Пользования Он называет Подход Железногорской власти К системе Отопления города Нерациональным Расточительным И неэкономным Толоконский Ставит жесткие Рамки и сроки Для разработки Плана реальных Мероприятий Оздоровления И подготовки К отопительному Сезону Где все Не просто научатся А будут работать Безубыточно Кстати Виктор Александрович Особый акцент Делал на том Что единый Теплоэнергетический Комплекс В нашем варианте Должен предполагать Прямую схему Поступления тепла От котла ЖТЦ В квартиры И схема расчета Должна быть Точно такой же Прозрачной И простой Тогда и с нормативами И с тарифами Можно будет работать По направлению Оптимизации Мы ищем Другую систему Формирования Издержек То есть Мы найдем Такие решения Я их уже обсудил И со своими коллегами Об этом мы договорились С руководством Росатома Что мы По завершению Следующего Отопительного сезона Формируем Другую систему Когда ТЭЦ будет принят В край Ну Наверное Сразу в муниципальную Собственность Железногорска Когда ТЭЦ будет Объединена С теплотранспортной С тепловыми сетями Железногорска Потому что сейчас Когда тепло Продается От ТЭЦ Тепловым сетям То возникает Налог на добавленную Стоимость Который полностью Уходит в федеральный бюджет Но это Почти 20% Удорожание Сразу В раз Вот там просто Бумагу подписали Уже На 18% Увеличили Затраты Кроме того Там И есть Другие возможности По начислению Амортизации Мы Найдем решение Что мы Сможем Эту амортизацию Так не начислять Там у нас будет Только ремонтный фонд Который Уже заложен В тариф Амортизацию Мы Исключим Там есть Резервы Связанные С налогообложением Совершенно очевидно Что У муниципальной Там ТЭЦ Брать налог на землю Это не Не будет Такого То есть Мы найдем Возможность Как сделать Издержки Ниже Намного ниже Практически Думаю Сделаем Безубыточную Работу Теплоисточников Это Это Будет Означать Что У нас Не Будет Никаких Внутренних Мотивов И для Роста Тарифа Розничного После ЖТЭЦ По пути В город Толоконский Заехал В лагерь Орбита Наверное Это тоже Не дополнительный Пиар А лишь Искреннее Желание Узнать Как Сегодня Отдыхают Дети И все Условия Созданные Для Безопасного Лето Одаренных Школьников А еще Здесь Толоконский Вполне Серьезно Заявил Что При желании Можно И федеральные Законы Менять В пользу Здоровья Детей Закон Не менять Закон Нужно Совершенствовать Более Того Сам 44 Закон О государственных Закупках Предполагает Определенные Трактовки Которые Делают Эффективнее Сам Процесс Я Говорил Действительно Сегодня Что Обеспечение В летних Оздоровительных Лагерях Питания Детей Это Не совсем Рыночная Система И здесь Просто так Применить 44 Закон Это значит Снизить Качество Вот почему Мы здесь Будем искать Некоторые Новые Подходы Чтобы Гарантированно Получать В меню На стол Детей Самые Качественные Самые Свежие Не объехал Стороной Виктор Толагонский Клиническую Больницу 51 Он посетил Главные Строящиеся Объекты Больничного Городка И самое Главное Встретился С коллективом Врачей Где Обещал Лоббировать Решение Вопроса С повышением Заработной Платы Времени Исполнить Все Обещания До выборной Гонки Виктора Толагонского Конечно Нет Однако Точно Есть Надежда На итоги Выборов А у нас На реальность Исполнение Всех Озвученных Проектов Взаимовыручки И помощи Юлия Третьякова Сергей Чурин Информэкспресс Железнобород